Выгребные ямы, неприятный запах и антисанитария. Такая нечеловеческая среда долгие годы окружала жителей двухэтажных домов на проспекте Гагарина. О центральной канализации здесь могли только мечтать. Её здесь никогда и не было. Практически чудо случилось этим летом. На улице появились рабочие. За несколько месяцев они уложили больше двух километров канализационных труб. Изначально планировалось подключить к центральной системе восемь домов, но по просьбе местных жителей коммуникации прокинули ещё к двум. Основная проблема была то, что количество абонентов, которые было запроектировано, по факту отличается. Все сейчас монтажные работы, которые были запланированы, уже они выполнены. Подведены к выгребным ямам колодцы. Сейчас готовится перед подключением абонентов. По словам директора Департамента капитального строительства, несмотря на увеличение объёма работ, их стоимость не изменилась. Как и планировалось, на всё потратят 6 миллионов рублей. Мы уже на 95% все работы выполнили. В ближайшее время планируем их завершить. И уже в последующем мероприятиями горхоза здесь предусмотрено полное благоустройство территории и асфальтирование. Соответственно, сейчас подрядчики закапывают все траншеи, завершают уже технологическую подготовку к переподключению. И следующим этапом уже территория будет благоустраиваться. Окончательный порядок во дворах ещё не наведён. Но уже сейчас, говорят местные жители, находиться в них намного приятнее. Здесь было дискомфортно. Здесь очень много было нечистот. Были неприятные запахи. Сейчас после ремонта уже хорошо. Не пахнет. И надеемся, что будет ещё лучше, когда докончат этот ремонт, будут сделаны дороги. Насаждение восстановимся. Всё будет хорошо. Естественно, довольны. Наконец-то дождались, что всё-таки приведут двор в порядок, сделают красоту. Тут, в принципе, то, чего нам не хватало всегда. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.